Идея возникновения школы Метедомодулс возникла около четырех лет назад. И как только эта идея родилась, сразу же встал вопрос, что девочки должны иметь в результате посещения. Чтобы не просто посещать это как кружок танцы, как кружок усероплетения, ну а в первую очередь работать на какой-то определенный результат. Соответственно, чем больше мыслей тяжело в голове, тем больше уже развивался план обучения, который сейчас имеет два разделения. Это базовый курс и углубленный курс, на котором обучается обучение. Базовый курс имеет пять направлений обучения. Это дефиле, фотопозирование, актерское мастерство, ресторанный цикет и хореография. Ну а дальше в случае, если девочкам понравилось все, они довольны результатом, но хотят знать больше, они поступают на следующий курс, который, естественно, более сложный, но и включают больше дисциплины. Он уже длится ползода. Был конкурс ДХЛМ, еще был фотопозирование, да, актерское мастерство. Как только этот план был разработан, уже стал вопрос поиска тех людей, которые смогут доносить эту информацию ясно-понятно и к этому всему добавлять еще любовь к детям. Это был следующий этап, который на протяжении какого-то периода, наверное, месяц или два, занимались поиском именно людей, которые будут преподавать данные дисциплины и делать это так, чтобы результат был заметен и результатом можно было сказать в том, что это выпускницы не всегда могут быть. Я с первого дня, даже на проекте, до его начала, как-то так склали, чтобы меня запросили, и я не вернулась. Ну и есть так, что актерская мастерность – это наибольший предмет у детей, я могу сказать. Действительно, они довольно-таки дуркую, трехи балую, трехи красави. На вопрос, как это предмет для моделей, я могу сказать, что с первого занятия я побережу, что великих актеров я с вас не знаю. В принципе, это у меня главная цель, чтобы было бы раздрепоститься, чтобы они не боялись публики, не боялись подборить на люди, не боялись, умели разговаривать, потому что я працюю даже с камерами, а также умели разговаривать на интервью, а у меня есть музыка. Я пришла сюда, в эту школу прекрасную MFIDA Models, мне это очень понравилось, и я понимала с первых этапов, что мне это понравилось, и в мне все выходит. Поэтому я решила двигаться дальше, побывала в Парижі, а также в Токео. Там мне очень понравилось, я подписала контракт с японским агентством, и я снова кручу с депутателем. Детинам пояснить про акторскую мастерность еще больше, чем тем, кто старше. Дети, даже старше, не всегда с этим мали справа. Ну, знают, что актору это так, что мы занимаемся еще и что-то, что нужно делать какие-то правы, тренинги, легче. Малые дети приходят и говорят, что мы будем играться, а мы тогда будем играться. С малина нужно играться, мянчаться и за допомогой игры пытаться достигнуть тех же самых результатов, как и старших. Если я поясню, что это, то малюкам нужно просто так. По-тихеньку все как-то пробиваться. Я приймала очередь на этих показах, но наиболее мне понравились показы в этой флоте, потому что я не всегда почувала на это. Спочатку я пройшла базовый курс, а потом уже модульный. Также в процессе учебного курса я пройшла первую фотофотосессию, и там мне нужно было подвлекать определенный образ для того, чтобы выписать его роль и показать это все на фото. Это был экзамен, который я потом издала на успешность. В целом, когда я изначалась со своей будущей профессией, я сразу хотела быть моделью, и поэтому обратилась к такой модели. Можно говорить о том, что в первую очередь меняется внутри каждой из выпусков. Она становится более уверенной, она становится более сильной, именно духом, которая не боится выйти в большую аудиторию и показать что-то, что в принципе она умеет. Подиум, который покорили девочки после завершения Mifida Models, это Ukrainian Fashion Week, это Odessa Fashion Week, Evo Fashion Week. Многие из наших выпускниц присутствовали на подиуме Mifida Fashion Nation кассы, многие подписали контракты с заграничными агентствами, кто-то подписал с украинскими агентствами. То есть многие из наших выпускниц имеют дальнейшее развитие, но понятно, что не каждая, и это нужно понимать. Мы сразу же при первой встрече родителей и детей, мы снимаем розовые очки и говорим, что в первую очередь играет ваше желание и ваше стремление. А дальше вы используете тот багаж знаний, который вы получаете у нас.